всем привет сегодня начнем точнее я начну ну и вы начнете рассматривать новую тему вот новых тем очень много и много не закончена тем но я начинаю новые как бы разделы для того чтобы было больше было больше охвата так сказать вот то есть у нас есть там уже темы по паттернам по языку сибы или по си плюс плюсу по алгоритмам какие-то вот и так далее и сегодня еще игры для программиста вот ну и сегодня начинаю по ку виджет пути виджеты до этого мы создавали приложение в консоли то есть консольное приложение и либо оставались в консоли либо уже рисовали что-то в нж и вот но практически любая программа в основном так она есть да теме те программы которым мы пользуемся в основном имеют графический интерфейс гуи еще называется график юзер интерфейс вот и библиотека пяти предоставляет мощную библиотеку для разработки профессиональных графических изображений которые конечно же вы знаете являются еще и кроссплатформенными вот у них есть пути виджет как бы на мой взгляд тема уже немного устаревшая но в том плане что особо она не развивается у них развивается кем или язык вот пути quick и qml но об этом когда-то будет тоже отдельный раздел но пяти виджетов нам вполне с головой хватит вот на пути и пяти виджетах написаны много программ вы можете там угла нуть но одни из таких программ это skype это google earth это какой-то там офис это опера это довольно таки много программ то есть которые кроссплатформены которые на разных платформах операционных системах есть и имеет графический интерфейс то есть в основном это используется тюйти вот так вот виджеты в пяти как бы это можно сказать строительный материал для создания как бы приложение вот виджет это не просто область которая отображается на экране компонента которая может способна выполнять различные действия например это реагировать на поступающие там сигналы события посылать сигналы другим виджетом то есть обмениваться там информацией с другими виджетами а вот и в пяти в библиотеке кить и довольно таки много виджетов то есть от простых кнопочек до диалоговых окон вот также есть возможность создавать свои виджеты есть каких-то нету то есть виджет это какой-то графический элемент объединяя которые можно создавать уже удобные там графические приложения вот если же каких-то виджетов нету то есть возможность создавать свои виджеты но об этом всем об этом всем по порядку не в этом видео конечно но в ряде видео посвященных этой теме вот я создал проект в котором будут подпроекты и назвал пути вижу и давайте создадим первый наш проект вот выбираем new subproject и в аппликейшен как вы видите пути виджет аппликейшен консоль мы уже знаем квик аппликейшен квик контрол и канвас 3d когда-нибудь разберем то есть как раз вот квик аппликейшен и квик контрол 2 это уже использование кемеля вот кемеля короче так выбираем 5 виджет аппликейшен и назовем его бэгин такси пипик и твиджет next и здесь все по умолчанию финиш и вот у нас у нас у нас создалось первое приложение и давайте сразу же его запустим запускается где-то оно так давайте еще раз вот мы запустили что мы видим уже создалось графическое приложение то есть собралось и запустилось на котором то есть это у нас обычная кошечка можем двигать менять размеры двигать его на полный экран меньше вот и все это то что в поставке есть вот ну и давайте смотрите здесь у нас есть исходники вот мы видим из двух файлов main.cpp и main.windows.cpp main.cpp и функция main нам уже давно всем известно вот здесь создается глобальный проект queue.application то есть класс объект этого типа и main.window main.window это тот класс который отвечает вот за наше окошечко то есть qt-creator его создает автоматически то есть вот он перейдем в h-файл вот он и он наследуется от queue.main.window вот от queue.main.window наследуется от вот так вот так вот этот кю.виджет он является этот класс фундаментальным для всех классов виджетов вот его интерфейс имеет очень много очень много свойств методов функций вот много включает себя функционала из такого функционала это нужно для всех виджетов как там изменение размеров место положения обработки событий и так далее и тому подобное вот сам же q.widget давайте перейдем сюда он еще наследуется от queue.object queue.object у qt это один из основных классов от которого наследуются все остальные вот то есть у qt есть очень крутая штука которая называется то есть механизм это сигналы и слоты то есть слот и сигнал да вот есть так вот для того чтобы ваши классы тоже поддерживали этот механизм то ваш класс обязательно должен быть пронаследован от q.object ну в данном случае давайте вот ой от q.widget блин q.object перепутал вот обязательно надо пронаследоваться от q.object и вставить там макрос вот такой q.object вот он там добавляет кучу нужных там вещей вот ну об этом всем как-нибудь по порядку либо если не дождетесь моих видео почитайте да чтобы сейчас на это не тратить время так вот по молчанию у нас был создан класс main window который наследуется от q.main window если мы выделим его к примеру и нажмем f1 f1 откроет нам справку по этому классу но мы уже можем догадаться что q.main window это главное окно то есть вот вот это обычное окошечко да вот 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 и в справке мы можем посмотреть что 59 свойств наследуется от q.widget и одно свойство от q.object и вот здесь почитать детально по каждой функции ну мы сейчас какую-то выберем функцию вот 214 функций наследуется от q.widget немало да вот мы сейчас выберем какую-то функцию там например например ну например я короче сейчас выберу set какой-нибудь tab меню ладно давайте не буду сейчас на это ладно это f1 мы нажимаем выбираем какой-то класс qt нажимаем f1 и открывается справка далее это исходник это h файл мы видим он наследуется и приватным членом имеет указатель на main window так тут устроен вот это то что по умолчанию делается поэтому лучше не менять вот это все да вот далее и есть у нас еще форум вот папочка форм в которой мы если кликнем то у нас открывается такой редактор где мы можем уже редактировать наше окошечко добавлять сюда кнопки ну вот 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 эти всякие элементы здесь их немало как бы и немного и немало но все нужные есть вот 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 здесь и кнопочки и радио баттон и чекбоксы вот эти пружинки отдельно разберем что такое и вот эти лаяуты очень удобная и крутая вещь но об этом позже ну давайте к примеру давайте к примеру добавим кнопочку кнопку добавили кнопку то есть смотрите я выбрал сейчас основное окно вот оно то есть вот здесь можно выбирать вот парк push button push button у нас добавлено на цена наш самый центральный виджет вот а центральный виджет принадлежит самому главному окну короче когда мы выбираем вот здесь вы же за мышкой думаю следите да вот то мы можем выбрать какой-то из элементов ну давайте кнопку выберем и вот здесь внизу свойства то есть вы вот здесь поклацаете видите меняются внизу свойства так вот давайте выберем кнопку ну как минимум давайте какое-то имя напишем что-нибудь сверху да там ну к примеру hello или ok там или давайте hello напишем два раза клацаем и пишем hello давайте сделаем так чтобы по этой кнопочке когда мы нажмем на hello нам вылезло диалоговое окно в котором было бы какое-то приветствие там hello qt виджет вот то есть два раза кликнули и изменили это все это все вот здесь если мы промотаем следите за мышкой вот свойства кнопки виде кнопка выбрана и вот здесь текст есть можно иконку сюда подгрузить к примеру выбрать свою какую-то иконочку текущую тему ладно это потом потом разберем вот вот q виджет как мы видим наша кнопка тоже наследуется от q виджета как я говорил q виджет это база для всех виджета вообще вот и здесь мы можем изменить ну к примеру мы можем мышкой поменять размеры этой кнопочки либо же вот здесь задать мы можем задать максимальный размер потому что в данном случае здесь вообще максимальный размер но мы можем установить чтобы кнопка не было больше там 50 на 50 ширина и высота мы можем изменить курсор при наведении на кнопку курсор может меняться мы можем установить нужный нам либо программно это можно сделать так я нажал escape давайте еще раз если мы нажмем escape то откроется вот это юаре не в графическом виде а виде ну похожий на xml то есть здесь описывается расположение всех этих элементов но это не очень удобно поэтому мы будем работать но как хотите но мы будем работать вот с графическим способом короче с визардом я не люблю английские определения вот но иногда они уже настолько въелись в голову что сложно подобрать русские определения проще сказать с визардом короче вот будем работать с визардом вот дальше смотрите мы добавили кнопку это очень хорошо помимо кнопки которая есть на центральном видите в нашем main window а есть еще меню бар тул бар статус бар то есть это нам все знакомое к примеру вот там меню бар следите за мышкой это вот мы можем подобавлять вот такие вот менюшки обрабатывать их а дальше статус бар это внизу когда что-то там пишется ну к примеру в explorer мы видим там когда выбираем диск какой-то внизу там пишется сколько свободного пространства или еще чего нибудь вот и main tool bar что такое tool bar я уже не помню ну да ладно это все мы можем удалить но мы сейчас просто добавили кнопочку давайте еще раз запустим наше приложение как вы видите просто добавили кнопочку особо ну сложного здесь ничего не было нажимаем hello все хорошо кнопочка нажимается но ничего не происходит не происходит только потому что мы не сделали обработчика этой кнопки правильно правильно вот сейчас мы это сделаем как это сделать то есть вот здесь вы сами уже после просмотра видео можете поклацать и попробовать поизменять всякие свойства вот ну к примеру вот иконочка window icon или window title смотрите window title это main window что такое window title это вот то что вот здесь сверху пишется видите к примеру смотрите менюшки у нас нет вот меню бар есть но самого вот это меню здесь нету потому что мы не добавили можно либо удалить либо добавить мы 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 я удалю потому что это если сейчас идти то это очень затянется я постараюсь сделать так чтобы это было быстренько коротенькое видео как старт теперь 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 давайте перейдем в наш main window вот он что такое UI UI это указатель на наш main window на наш класс ну здесь вот так вот сделано вот теперь давайте попробуем у UI вот у нас есть так или давайте сразу set window window титул титул установим то есть так как этот main window она следуется от q-main window а q-main window вы можете почитать это как раз отвечает класс который описывает вот это все окошечко вот то мы можем либо в визарде вот изменить где у нас тут window title вот он либо визарде изменить либо же в зависимости от того что происходит например в нашей программе мы его можем менять вот ну давайте set window 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 титул изменим его как видим эта функция эта функция не наша мы ее не описывали но она пронаследована от q-main window и давайте установим какой нибудь там hello q-vid вид вот так и запустим запускаем и что мы видим все у нас изменилось это раз во вторых я удалил титул бар там меню бар и их уже здесь нету вот теперь нам нужно нам нужно как мы сказали добавить обработчик hello кнопки hello то есть вот этот визарт он по аналогии работает как ну к примеру в си шарпе в других каких-то вот библиотечках где можно создавать юайные окошечки вот то по аналогии есть какой-то визарт можно вытянуть кнопки всякие элементы управления здесь их много то есть вы дома просто поэкспериментируйте это такая вводная будет вводное видео знакомство вот а дальше я буду создавать на примерах то есть в других видео буду на примерах создавать какие-то простенькие программки там к примеру не знаю может быть мониторить состояние директории появились там файлы или нет либо может быть что-то там сделать какие-то элементы управления ну к примеру для изучения английского добавлять слова и сохранять их вот то есть слова которые вы выучили или которые нужно выучить То есть это создать несколько элементов управления для ввода, для просмотра выученных слов, для просмотра там сколько раз, ну даже не сколько раз, возможно для тренировки, чтобы там выводили слова. Но кто его знает, посмотрим, сейчас сложно сказать. И я на примерах, на вот этих примерах, я буду создавать всякие приложения и будем изучать. Помимо этого еще будет здесь возможность, так, даже не будет, видео будет обязательно, такая штука еще как QGL виджет. Вот это тот же виджет, то есть с поддержкой OpenGL. То есть можно теоретически и практически вот сюда добавить виджет, сделать его какими-то там размерами, внутри которого будет полноценно работать OpenGL. Либо же нажать кнопочку, запустится отдельное OpenGL окошечко, вот, а вот здесь какие-то элементы управления могут быть, старт, стоп или еще что-нибудь. Вот, об этом все будет. Обязательно. То, что касается OpenGL и QGL виджета, это обязательно 100% будет. А дальше посмотрим. Вот, поэтому запоминаем, это вводное, вводное, вводное видео такое, чтобы вы легко сумели создать стартовое приложение, а дальше с помощью интернета, к примеру, что-то разбирать. Либо ждать следующих моих видео. Так, продолжаем. Дальше. Что нам нужно? Вот у нас есть кнопочка, мы ее добавим. Теперь нужно уже добавить обработчик. Это кнопка, а это является виджетом. То есть уже по факту создался какой-то объект класса QButton. Ну, вот смотрите, когда мы выбираем, вот здесь элемент управления, вот здесь мы можем увидеть, какого типа, какого класса этот объект. Вот, в данном случае это MainWindow, типа QMainWindow. В этом случае, смотрите, объект создается PushButton, и тип у него QPushButton. Вот, то есть это объект типа вот этого вот класса. Соответственно, ну, по аналогии, когда мы создавали всякие переменные, там, intA, intB, мы давали им имена. Точно так же, вот здесь нужно дать имя вот этому объекту. По умолчанию это Q, это просто PushButton. Если мы добавим вторую кнопочку, вот, то, смотрите, здесь PushButton2. То есть с этим, я думаю, вам понятно. Теперь давайте добавим какое-то нормальное имя. Ну, B, T, N, Hello. Чтобы мы в коде понимали, что это кнопка Hello. Вот, сделали. Теперь, теперь, ну, как видите, и вот здесь вот поменялось за мышкой, смотри. Теперь нам надо добавить обработчик. Как это делается? Правой кнопкой на кнопке, и есть такая штука, GoToSlot. Вот, что такое слоты и сигналы, об этом обязательно познакомимся в других видео. Вот. Теперь у нас есть ClickIt, ClickItBull, Preset, Released, ну и много. Нас интересует ClickIt. ClickIt это то событие. То есть, создастся сейчас функция, которая вызвется тогда, когда мы кликнем на кнопки. Preset. Это когда мы нажмем на кнопки. Только нажали, но еще не отпустили. Уже будет вызвана вот эта вот функция. Released. Это когда мы нажали, но еще не отпустили. Вот. То есть, здесь есть несколько функций. Тоже можно почитать. Но. Обычно обработка... Обычно что-то делается. Какие-то действия, когда мы нажимаем на кнопки. При таком событии. Либо Released, либо ClickIt. Почему? Потому что довольно-таки часто, по крайней мере у меня, бывало, вот смотрите за мышкой. Я иду, нажимаю закрыть. Видите, я нажал. Но я кнопку не отпускаю. И в этот момент я передымываю. Ё-моё, не хочу я закрывать. Увожу мышку и отпускаю. Все, ничего не произошло. Но если бы обработка происходила при Preset событии, а не при Released. Released это отпустить. То тогда бы все приложения, это было бы очень неудобно для пользователя. Когда ты нажал, а потом еще кнопку не отпустил, в этот момент ты передумал. А так у тебя времени на передумать нет. Вот, поэтому обычно это либо ClickIt событие, либо когда нам нужно четко разделить. Вот этот клик, он состоит из нажатия и отпуска. Вот, нажали и отпустили. Ну, мы берем ClickIt. Еще раз, правой кнопкой GoToSlot, ClickIt. Окей, нажали окей. Как видите, создалась функция On, btnhello, то есть наша кнопка, мы дали имя, клик. В h-файле, этой кнопки здесь не видно, но она здесь есть вот здесь. Ну, к примеру, чтобы ее увидеть, надо обратиться к UI. UI это User Interface. И вот у UI есть, через UI мы можем доступиться ко всем элементам, которые находятся вот в нашем Main Window, которые размещены вот здесь. То есть UI отвечает вот за вот это самое главное, как бы, окошечко. Ну, то есть, точнее UI, это содержит вот это вот полотно, на котором размещены все элементы. Поэтому, когда вы будете экспериментировать, я уверен, что те, кто начнет экспериментировать, добавит всякие такие штуки, как, ну, к примеру, для ввода поля. Ну, там пароля, может быть, или еще, вот, к примеру, LineEdit, чтобы можно было что-то вводить. То он обязательно захочет получить что-то, то, что ввели, да? То, чтобы доступиться к нему, нам нужно, давайте сохраним вот здесь, UI. И если мы не назвали, не назвали его сами, автоматически, вот видите, LineEdit создался. По аналогии с кнопкой, по умолчанию было что? У нас здесь BTN, ну, что-то button, по-моему, уже забыл. Вот, ну, вот смотрите, берем LineEdit и видим, да, вот ее имя. Вот у объекта, вот оно, имя. Если мы сейчас второй LineEdit такой же вытянем, то здесь будет LineEdit 1, 1, вот. Поэтому, я надеюсь, вы поняли, то есть UI, вот этот, нужно, это указатель, через который мы можем доступиться к тем элементам, которые находятся на, расположены в нашем окне. И вот BTN Hello, к примеру. Мы у этого Hello, так как он наследуется, а все элементы наследуются от QWidget, а у QWidget довольно-таки много полезных функций. Мы можем изменить setText. Ну, давайте при нажатии на кнопку мы сейчас не будем показывать новый диалог, а вот на этом ограничимся. SetText и изменим этот текст, к примеру, на buy, типа пока. И еще, что еще мы сделаем? Еще делаем, сделаем такую штуку. Запретим ее нажатие. SetDisabled. Вот. SetDisabled и передадим True. По каждой кнопке, я вам сказал, по всем QT-шным виджетам, можно нажать кнопочку F1, вот я сейчас в BTN Hello выбрал F1, и вот здесь QBooten класс. И вот здесь описаны все функции, много удобных функций для работы с этим классом. Ну и в разных там этих есть еще свои примеры какие-то. Ну, с этим, я думаю, познакомитесь. Теперь смотрите, я вызвал функцию setText, то есть устанавливаю текст этой кнопки после того, как я на нее нажал, и блокирую ее. Давайте запустим, и думаю, на этом сегодня все. Смотрите, Hello, нажимаю ОК, видите, текст изменился by, и теперь нажать я не могу. Она заблокирована, setDisabled. Чтобы программно разблокировать, надо вызвать функцию setEnabled и передать True. Ну, а это мы нигде не обрабатываем. Ладно, давайте еще обработаем вот это. То есть я что-то сюда введу, после того, как я нажму на кнопку, у кнопки текст изменится на то, что я введу. Вот, давайте вот так сделаем. Перейдем в наш визард и смотрим, какое у нее имя. LineEdit. Желательно давать осмысленные имена. Я сейчас давать не буду. Вот, поэтому нам нужно через UI обратиться к этому LineEdit. LineEdit. У LineEdit по-любому есть метод GetMetal. Есть текст. Текст это то, что непосредственно в этом LineEdit находится. Вот. То есть это функция, которая возвращает тот текст, который ввели. Есть. Это мы получили. Вот этот текст. Теперь этот текст нужно установить на кнопочку. То есть изменить текст кнопочки. Берем UI. Btn Hello. Дальше. Set. Текст. И передаем вот это. Да. И блокируем. Вот. Запускаем. Давайте введем что-нибудь вот такое. Q, 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 Q. Нажимаем Hello. Видите? Заблокировалось. Текст изменился. Как видите, ничего сверхъестественного и сложного нету. Да, есть вот такие косячки. Они исправляются очень легко. Вот. Это не косяк. Это просто мы не доработали. То, что видите, можно уменьшить окошечко и скрыть эти. Но это все постепенно. Постепенно. вот но все а что еще хочу сказать смотрите за мышкой нажимаем welcome есть экзамплес в экзамп лесах а вот примерах здесь чем еще хорош кюти sdk и кюти creator тем что очень много примеров практически по каждому виджету ну давайте кюд давайте так просто баттон вот примеры примеры q abstract button какие-то вот здесь mouse вот здесь ну много здесь здесь короче можно много я сейчас не буду тратить время можете посидеть поклацать то есть вы выбираете какой-то пример ну давайте какой-нибудь пример не знаю какой-нибудь чтобы он еще и запустился на это qml вот мышки 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 давайте но тут справка то есть еще содержится справка с описанием этого проекта что и как делается вот ну 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 project открылись настройки проекта вот он давайте его соберем и запустим как видите она запустилась и здесь мышки мышки наружки ездят короче определяется столкновение с друг с другом то есть это рисуется не не опенджелем а стандартными средствами вот ну как вы видите очень очень круто что есть еще примеры в которых можно разобраться ну как обычно не особо здесь разберешься особенно при построении юая потому что он строится без визорда а с помощью вот вот так вот короче он строится но в этих примерах можно посмотреть как реализованы те или иные классы вот к примеру для отрисовки мышек вот этих да вот чем она рисуется qp enter для этого используя и т.д. и т.п. вот это волком нажимаем экзампл экзамплы то есть примеры и вот здесь он робот какой-то drag and drop много много очень примеров то есть как вы видите я вот листаю этих примеров хватает и 3d там что то есть и 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 много чего но здесь также хватает примеру китик уик то есть м м нет нет и ки виджет китик вик это новая у них ну как довольно давно новое направление но новое то есть раньше всего это был к виджет поэтому все давайте на этом все вот пробуйте создавать приложение ждите новых видео не ждите читайте сами но в результате в общем давайте развиваться и идти дальше поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание обязательно делимся подписываемся жмем колокольчик ждем новых видео все всем спасибо за внимание всем пока